достатка. Новый электропоезд Русич начал курсировать в Казанской подземке. Всего приобретено три таких состава. 700 миллионов рублей на их покупку выделил республиканский бюджет. Что изменится для пассажиров узнала Эльмира Заляева. Прогуляться по вагонам и проверить новый поезд на ходу первыми смогли сразу несколько сотен казанцев. В этих вагонах, которые сразу бросаются в глаза ярким цветом, 730 мест. Поездкой с ветерком в новеньком составе пассажиры остались довольны. Свежий воздух будет, написано, чтобы кондиционеры. Очень удобно для людей. Удобный, чистый. Вагон замечательный. Очень уютный, очень такой располагающий приятной поездки. Благодаря решению президента Рустам Вагалевич выделил нам финансы и мы приобрели три новых состава матищинских. Они самые современные, самые последние. Покупка нового Русича для Казани необходимость. С открытием новой ветки пассажиропоток увеличился. Новинка хоть и не быстрее предыдущих, но состав длиннее на 5 метров. Здесь самое такое для нас хорошее, что все, вся техника сделана на советской оборудовании, на советском оборудовании. Поэтому нам будет легче их обслуживать, легче будет, дешевле будет ремонтировать. Новые вагоны метро изменились не только внешне, но и внутренне. Вместимость стала на 100 пассажиров больше. Появились кондиционеры, а для машинистов оборудовали даже специальные камеры видеонаблюдения. С таким пополнением стоять на перроне в метро придется на 2 минуты меньше, а в часы пик, когда запускают дополнительные электропоезды, вовсе 8 минут вместо 11. Уже на следующей неделе парк пополнится еще двумя составами, но прокатиться с ветерком на них пассажиры смогут только в начале марта. Эльмира Заляева, Илья Шорин, Вести, Татарстан.